После этого у нас идут полносвязанные слои. Сначала из 400 значений вектора мы делаем 120, применяя сначала обыкновенный полносвязанный слой, а затем тангенс гиперболический как функцию активации. Затем из 120 мы делаем 84. И затем из вектора с 84 значениями мы делаем вектор из 10 значений. И каждое из этих 10 значений будет нам говорить, насколько вероятно та или иная цифра. Напомню, что из обыкновенного полносвязного слоя выходят значения в интервале от минус бесконечности до плюс бесконечности. И для того, чтобы получить из этих значений значения от 0 до 1, причем мы же знаем, что у нас на картинке может быть только одна цифра, значит эти вероятности должны быть взаимоисключающие, которые мы получаем в результате работы этой сети. Мы применяем в конце функцию активации, которая называется softmax. И в результате мы получаем вектор вероятностей для каждого отдельного класса. Вот так работает сеть LENET. Как происходит обучение сети LENET? В этой сети есть много сверток. Что мы в этой сети обучаем? То есть какие параметры настраиваем? В сверточных сетях мы настраиваем значения масок или фильтров, которые мы прикладываем к нашим изображениям, а также значения смещений. Кроме того, в нашей сети еще есть три полносвязных слоя, в которых тоже есть обучаемые параметры. Какую функцию потерь мы применяем для вот такой сети? Поскольку у нас в конце стоит softmax, а мы знаем, что softmax хорошо работает с функцией потерь, которая называется cross-entropia, то сюда мы будем применять функцию потерь, которая называется cross-entropia. Какой оптимизатор применять к такой сети? Можно применять любой оптимизатор из всех, которые мы рассмотрели, но, как правило, с глубокими сетями лучше всего справляется SGD и ADAM. ADAM выбирается с параметрами по умолчанию, как правило, это 3 на 10 минус 4 в качестве learning rate, beta 1 0.9, beta 2 0.999, а для SGD придется подбирать learning rate и momentum, с которыми мы будем обучать сеть. Стоит отметить, что для некоторых сетей и для ADAM тоже стоит подбирать learning rate. Бывает такое, что 3 на 10 минус 4, вот это вот магическое число, почему-то не работает. Соответственно, нужно либо повышать learning rate, либо понижать learning rate. Субтитры создавал DimaTorzok